МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события дня. Меня зовут Анна Пигулина. И прямо сейчас мы готовы поделиться самыми актуальными новостями из жизни региона. В Баянском доме-интернате по нацпроекту «Демография» капитально отремонтировали социально-медицинское отделение. Здесь привели в порядок жилые комнаты. Подробнее об изменениях расскажет Юлия Терещенко. Курские дорожники показали, как проводят тестирование образцов свежеуложенного асфальтобетона, взятого на объектах текущего ремонта. В тонкостях лабораторных исследований разбиралась Мария Колосова. Заслуженные и долгожданные. 637 курских выпускников стали медалистами. С ними пообщалась Ангелина Яхонтова. В отделении Баянского дома-интерната завершили капитальный ремонт по нацпроекту «Демография». Получателей социальной помощи ждет полностью обновленный корпус обустроенной комнаты. На эти цели из регионального бюджета выделили более 40 миллионов рублей. Качество проделанных работ оценил замгубернатора Андрей Белостоцкий. Обустроенные комнаты, удобные кровати и новая мебель. Теперь все отвечает требованиям комфорта проживающих в отремонтированном социально-медицинском корпусе. Вы сейчас посмотрите наш отремонтированный уже корпус одного из отделений. Санаторий. Действительно, и наши обеспечиваемые благодарны. Кардинальные изменения отмечают и сотрудники интерната. Валентина Оставьева работает в учреждении более 20 лет. До ремонта отделение находилось в плачевном состоянии. Вообще большое изменение и все преображается, как видите сами. То была до этого старая мебель, старые комнаты, покраска. На сегодняшний день в интернате проживает более 200 человек. Все они находятся в сложной жизненной ситуации. Условия, которые теперь созданы в отделении, дают им возможность чувствовать себя как дома. Категория граждан здесь достаточно сложная. Это люди, которые остались без жилья, без семьи, без возможности существования. Понятно, что здесь контингент достаточно сложный. Но независимо от контингента, мы стараемся делать ремонт очень хороший, качественный, для того, чтобы всем комфортно находиться. Сейчас в корпусе, где располагается столовая и пищеблок, демонтируют крышу. А следующим шагом станет проведение капремонта в соседних отделениях. На следующий год у нас тоже перспективы еще дополнительно отремонтировать здесь двухэтажный корпус. Благодаря федеральному проекту «Демография» осуществляется поддержка всех граждан нашей страны. Особое внимание семьям с детьми, пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья. Юлия Терещенко, Сергей Малеев. События дня. Кстати, заместитель губернатора Андрей Белостоцкий удостоен ордена Пирогова. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Награду Белостоцкий получил в том числе и за заслуги в организации и оказание медпомощи в период пандемии. И к другим темам. В ходе рабочей поездки министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев проверил работу сводных отрядов полиции в приграничных районах. За время существования подразделений правоохранители выявили преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков. Владимир Колокольцев поблагодарил полицейских за добросовестное исполнение обязанностей и потребовал от них предельной концентрации. Руководящему составу министр дал поручения по борьбе с преступностью и охраной правопорядка. Еще одна важная задача, по его словам, взаимодействия с другими силовыми ведомствами. В целом обстановка по стране, даже несмотря на начало военной операции, она показывает нам, что мы находимся на правильном пути. А правильный путь у нас один – это снижение преступности. Министр внутренних дел также попросил уделить особое внимание вынужденным переселенцам из ЛДНР и территории Украины, в частности в вопросах оформления документов. В областном центре прошло заседание Курского городского собрания. Одной из центральных тем в повестке стали предстоящие выборы депутатов шестого созыва. Действующий состав был избран на пять лет в 2017 году. Речь шла и о понижении ставки налога на имущество физических лиц за объекты налогообложения. Процедура будет значительно упрощена. Утверждена дата выборов депутатов нового созыва. Они пройдут 11 сентября. Депутаты будут избраны на пятилетний срок. Также изменения добавят в схему одномандатных избирательных округов. Включат дополнительные улицы и СНТ, чтобы куряне, которые там проживают, смогли принять участие в процедуре. Еще один вопрос заседания. Ставку налога на имущество физических лиц за объекты налогообложения понизят с 2 до 1%. Подавать заявление при этом не нужно. Тогда нашим горожанам не надо делать пакет документов, заявление писать, ходить и заявлять свое право на эту льготу. Таким образом, уже в этом году мы даем возможность малому и среднему бизнесу более упрощенно получить такое понижение. Вместе с тем депутаты обсудили передачу в федеральную собственность памятного знака, установленного в честь героических подвигов комсомольцев-курян в годы Великой Отечественной войны на пересечении улиц Перекальского и Ямской, а также передачу в госсобственность участка на Тускарный. В дальнейшем это позволит комплексно развивать данные объекты. Кроме того, на заседании определили заместителя главы администрации Курска. На должность назначена Наталья Пархоменко. Ранее она возглавляла областной комитет образования и науки, а после стала заместителем мэра в статусе исполняющей обязанности. Виктория Шуваева, Геннадий Воробьев. События дня. В разных уголках Курской области продолжают обновлять дорожное покрытие в рамках нацпроекта БКД. На каждом этапе за всеми действиями подрядчиков ведется строгий контроль. О том, какие испытания проводятся на местах ремонта и в стенах экспертной дорожной лаборатории, расскажет Мария Колосова. Дорога в Курчатовском районе. Этот участок сделали относительно недавно. Проходимость большая. Все-таки трасса четырехполосная. Поэтому специалисты дорожной лаборатории измеряют сразу несколько показателей разными приборами. Рейкой, например, ровность покрытия. Курвиметром или по-простому дорожным колесом расстояние от одного края проезжей части до другого. Протяженность участка два километра. Здесь произведен ремонт в рамках программы безопасной и качественной дороги. Произведена замена выравнивающего верхнего слоя покрытия. Основная задача лаборантов – взять по три образца нового покрытия в трех разных местах дороги. Брение ведется специальным оборудованием – керноотборником. Затем готовые керны нумеруют и отправляют в лабораторию на испытания. Там их подравнивают, чистят и взвешивают двумя разными способами. Сначала в воздушной среде, а затем в воде. Это нужно, чтобы определить объемную плотность вырубки и затем высчитать количество пустот. Если слишком мало пустот, может произойти более быстрое образование колеи. Соответственно, там больше битума, быстрее плавится смесь. Если слишком много пустот, то происходит образование выбои. Смесь типа СП, а именно ее используют на объектах ремонта по нацпроекту, капризная. Подрядчики должны четко соблюдать технологию при укладке. Тогда новое покрытие будет крепким и прослужит не один десяток лет. Керны, взятые на участке дороги в Курчатовском районе, прошли проверку. Нареканий к подрядчику у лаборантов нет. Мария Колосова, Роман Федорков и Алексей Еременко. События дня. Опасных объектов в Курской области стало меньше на четверть. Таковы первые результаты совместного проекта Центра управления регионом и поискового отряда «Лиза-Алерт». Изначально на интерактивную карту нанесли около 900 представляющих угрозу люков, свалок и заброшенных сооружений. Более 200 объектов теперь не представляют угрозу для жизни и здоровья Курян. Работу по приведению таких локаций в порядок ведут органы исполнительной власти и ведомства. Контролируют процесс сотрудники Центра управления регионом. Учет таких зон не только обеспечивает безопасность, но и помогает поисковикам. Точки на интерактивной карте прочесывают в первую очередь. С картой опасных объектов мы работаем уже более полутора лет. Среди закрытых объектов больше всего свалок, открытых канализационных люков. Ну и работаем за оброшенным строением. Вносим постоянно новые объекты. Сейчас, например, мы планируем внести пляжи, которые находятся на территории Курской области. Карта работает на портале «Действуем вместе». Свой вклад может внести каждый. Для этого необходимо указать адрес объекта и по возможности приложить его в фотографию. В Курске стали известны результаты смотра качества кефира. Кисломолочный продукт исследовали эксперты Центра гигиены и эпидемиологии. Комиссия отобрала в торговых сетях 13 образцов из 7 регионов, в том числе местных производителей. Их детально изучили в лаборатории. Образцы кефира для исследования выбирали с учетом мнения курян. Предварительно горожане голосовали за продукцию, которую покупают чаще всего. После отбора все образцы продукта были сданы в Центр гигиены и эпидемиологии по Курской области на физико-химические исследования. Кефир был исследован на жирно-кислотный состав. Массовую долю жира была проведена экспертиза маркировки, упаковки. К сожалению, один образец не прошел испытания. В кефире из советского района была занижена массовая доля жира. Вместо заявленных 2,5% эксперты зафиксировали 2%. Смотры качества в Курской области проходят уже 10 лет. За это время провели более 60 смотров и исследовали более 600 образцов. Если в 2012 году забраковывали половину из них, то сейчас меньше трети. До конца года эксперты Центра контроля качества планируют провести еще несколько смотров. Результаты исследований на сайте курскаякачество.ру. Они шли к этой награде 11 лет. Теперь можно выдохнуть. Волнение и экзамены позади. Накануне в Курске чествовали выпускников-медалистов. В этом году их как никогда много. 637. Еще вчера они сидели за школьными партами, готовились к экзаменам и репетировали вальс. А сегодня выпускники. Молодые, гордые и амбициозные. Момент волнительный, но такой долгожданный. Сразу 478 ребят стали обладателями золотых медалей. Среди них и Мария Карамышева. Девушка учит китайский язык и мечтает побывать в восточных странах. Я очень счастлива. Все 11 лет о ней мечтала. Дополнительный балл при поступлении. Почему бы не быть счастливой. Вообще я собираюсь в институт страны Азии Африки. Да, она в Востоковедов. Дальше посмотрим. Рада награде за труды и Анастасия Швец. Для нее медаль не просто предмет в копилку, а дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ мечты. Впрочем, с этим проблем возникнуть не должно. С ЕГЭ Настя справилась успешно. По профильной математике 100 баллов. Когда я узнала, я была в сильном шоке, конечно же. Сейчас будут результаты по английскому, по информатике. Надеюсь, что все успешно. И планирую поступать в IT-специальность. В роду уже были золотые и серебряные медалисты, потому что я продолжаю семейную традицию получить медаль хоть одну в поколении. Для выпускников организовали настоящий балл с концертом и поздравлениями. Торжественную церемонию открыл мэр города Игорь Куцак. Перед вами открываются широчайшие горизонты возможностей. Я искренне вам желаю любить свою малую родину, уважать своих родителей, быть достойными гражданами и патриотами нашей огромной и великой страны. Расставаться с одноклассниками и учителями непросто. Но впереди у ребят новый жизненный этап, не менее насыщенный и интересный. Ангелина Яхонтова, Сергей Дорохов. События дня. Стрельбат, хаквандо и настольный теннис. 26 июня в Курске пройдет Всероссийский Олимпийский день. Его ведущим станет Дмитрий Губерниев. Гостей праздника будут ждать состязания, необычные испытания и даже квесты. Всего в центре города планируют разместить порядка 20 экспозиций. Мероприятия Всероссийского Олимпийского дня в Курске будут организованы на двух площадках – театральной площади и стадионе «Трудовые резервы». У всех желающих будет возможность пообщаться с известными спортсменами и сделать фото на память. Гостями праздника в Курске станут чемпионы Олимпийских игр. Всего наш город, я уже сказал, планируют посетить порядка 40 человек. Назову некоторых из них, самых именитых. Это легкоатлет Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион. Юрий Степкин – это наш земляк, дзюдоист, приехавший в Челябинск и ставший бронзовым призером в 2000 году. Вик Вайлд – двукратный олимпийский чемпион игр в Сочи. С этими и другими прославленными спортсменами куряне примут участие в забеге «Знай наших». Дистанция составит более 2000 метров. А вот на стадионе «Трудовые резервы» можно будет попробовать свои силы в мини-футболе, легкой атлетике, настольном теннисе и стрельбе. Не забыли и про меры безопасности. Вся театральная площадь будет, соответственно, оцеплена выгораживающими металлическими стойками. И для прохода граждан, которые будут стремиться поучаствовать в этом мероприятии, будут организованы 6 входных групп через стационарные металлоискатели, где до смотрового мероприятия будут выполнять сотрудники полиции в содействии с сотрудниками частных охранных организаций. На время проведения праздника улица Ленина будет перекрыта. Парковать машины не рекомендуют на участке от Золотой до Садовой. Подробнее ознакомиться с программой мероприятия можно на нашем официальном сайте. А еще 26 июня в Курске отметят День молодежи. Хедлайнером праздничного концерта станет группа «Пицца». Ксения Дегтярева, Роман Федорков. События дня. В Курске стартовала первая военно-патриотическая смена. Юный спецназовец. Курсантами стали 50 подростков. Это воспитанники Центра Витязь и кадетских классов Росгвардии. Возраст участников от 11 до 16 лет. В течение двух недель юные спецназовцы будут проходить комплексную подготовку, в том числе огневую и физическую. Предосмотрели для них и теоретическую часть – уроки истории. Важно отметить, что патриотическое воспитание должно закладываться в каждом молодом человеке. Не в детском саду, не в школе, а, наверное, от рождения. И вы знаете, приятно уже на открытии видеть, что каждый из вас – молодой человек, который искренне любит свою родину. Сотрудники ОМОНа подготовили для курсантов выставку вооружений и экипировки, рассказали об истории становления ведомства и продемонстрировали боевые навыки. Учебный год, который прошел, ребята достигли значительных успехов в своей подготовке. Видно, что они с каждым днем учатся и дальше хотят продолжать обучение. На данный момент у нас четыре кадетских класса и планируем открыть еще два кадетских класса осенью с начала учебного года. Смена юных спецназовец проходит в рамках ведомственной акции «Каникулус Росгвардии». Это не только возможность провести время с пользой для здоровья, но и подготовиться к военной службе. Диана Горяйнова при содействии Пресс-службы управления Росгвардии по Курской области. События дня. Курский вокальный коллектив «Соловейка» представил нашу область на всероссийском конкурсе «Битва хоров». Курянам удалось стать первыми в номинации «Народный хор» и получить сертификат на один миллион рублей. Кристина Горлатых продолжит. «И покрылся берег, и покрылся берег, с сотнями порубанных пострелянных людей». «Люба, братцы, Люба» с песней под таким названием курский вокальный коллектив «Соловейка» выступил в финале всероссийского конкурса «Битва хоров». Она и принесла победу нашим землякам. Попали не только в ноты, но и в сердца зрителей. Жюри отметила профессионализм курян, удостоив их самой высшей награды в номинации «Народный хор». «Как для студента, я еще учусь на первом курсе магистратуры, заканчиваю, это непередаваемый и незабываемый опыт, который, мне кажется, я буду вспоминать до конца своей жизни, рассказывать детям, внукам, и еще будут мне говорить, что ты вообще говоришь. Такого не было». «Было». Конкурс проходил несколько этапов. В нем приняли участие полторы тысячи человек. Суперфинал состоялся в Москве на ВДНХ. До него дошли всего 10 коллективов. Помимо диплома победителей, курянам вручили главный приз – один миллион рублей. «Это все будет на развитие коллектива. Я имею в виду сейчас костюмы и аппаратуру музыкальную. Это высочайшая награда. Люди, которые занимаются музыканты, все прекрасно понимают, что это за уровень, как нам до сих пор, до сих пор, честно говоря, мы как-то вспоминаем и не очень верится в то, что мы смогли, смогли победить таких достойных соперников». Участниками победного народного курского хора стали студенты вокальных коллективов ЮСГУ. Признаются, выступать на столичной сцене было очень волнительно. «Эмоции непередаваемые. До конца не верили, не понимали, даже не с первой секунды вообще осознали, что произошло. Но прямо там же, в одну минуту, когда один поддержал всем коллективом, нас слышала вся страна, мне кажется». Как победители, куряне приняли участие в большом праздничном концерте «Ко дню России», который состоялся на Красной площади в Москве. «Спаси, греть, спаси меня, мне и нет зимы. Меня здесь русским выведем, когда-то рекли». На достигнутом останавливаться не планируют, вокалисты усиленно репетируют, готовятся к новым конкурсам. Кристина Горлатых, Сергей Дорохов. События дня. А на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. Всего вам доброго и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»